Уже в который раз, да, Танюшка, выходит вот так вот на подиум лингвистический? Да, без предупреждения. Да. Нет, вы же помните, вы мне говорили, или не вы мне говорили, не помню, что... А, нет, это вы говорили, что я якобы заранее раздаю вопросы своим студентам, когда на записи ставлю. Нет, я не говорила, я просто вопрос задавала, нет ли такого в вашей практике? Скажите, где-то глубоко в проходе каком-то, да, определенном, вы понимали, что вы знали ответ на этот вопрос, когда задавали мне этот вопрос, да? Да, знала. Где-то очень глубоко вы знали, что... Что, даю или не даю? Ну, думаю, что... Ну, тогда я думала, что не даете. А сейчас что-то изменилось, Танюшка? Ну, а сейчас я более чем уверена, что не даете. Мало того, что вы даже не предупреждаете, что будет запись занятия, урока, экзамена. Не знаю, что меня сегодня ждет. Мне интересно, Танюшка, чтобы другие тоже смотрели и наслаждались. Особенно те люди, которые знают вас, как говорится, не по-насвышке. Помните, я вам про парочку из них намекал? Да, помню. Помните, да? Танюшка, привет. Все-таки, хорошая у вас память, да, Танюшка? Ну, неплохая, не жалуюсь. Отлично, ну, отлично. Как вы думаете? Так что, почему вы думаете, что сегодня будет отличным от прошлых дней? Как вы думаете? I don't know exactly, but I suppose that it's time to show my skills of English. No, to show my English skills. Если вы помните, show them all. It's a phraser verb, да? Типа, выеживаться так сказать. А в русском языке у этого глагола есть плохая коннотация, а в английском, наоборот, это позитивная такая. Видите, разный такой подход у народца, у этого, да, нагласакского. Вот они так, а вот у славян не совсем так. Мы же с вами два славянина, да? Ну, да. Ну что, Танюшка, у нас с вами сегодня абсолютно последний день по Элеметрии. Для своих людей, кто будет смотреть, я прошу прощения, что не говорю сейчас по-английски и даже, наверное, буду не говорить по-русски, потому что я очень сильно заболел и мне очень больно говорить. Вот Таня не даст соврать. Она мой лечащий врач, вот, она подрабатывает, она подрабатывает, приезжает и с меня последние деньги снимает. Ну, а зато профессионально-то делает, да. Так что обращайтесь, если что, телефончик я вам скину. Сразу скажу, что берет она недешево. Подпишитесь ниже и поставьте лайк, да? А, не-не-не, вот это меня бесит всегда, я говорить не буду. Ну вот, какое-то обымаливание, ну, пожалуйста, Христа ради, ну, пожалуйста, там, нет. Хотите, ставьте, хотите, не ставьте. Это не дело. Я просто надеюсь, что вам понравится смотреть на Таню, на изменение ее лица. У Татьяны очень динамическое такое лицо. Оно меняющееся в хорошем смысле слова. Вот, когда она чувствует себя офигительно плохо, у нее она меняется. Когда она чувствует себя, как говорится, когда она in high spirits, your face changes the way. You can detect any slightest difference in your attitude to any slightest change she has gone through. И я думаю, это и прекрасно. Значит, у Татьяны сегодня последняя контрольная работа по элементаре. Вот. Она охватывает два последних винта, но для нее это распукнуть. Вот. И поэтому я оставлю это вне камеры. Я уверен, что она это сделает на 300%. А вот просто многие мои коллеги, они, знаете, как делают бабки? Они играют в игре. Вот Танюшка раньше с другими так называемыми коллегами тоже играла в игру. Игра называется так. Встаньте, детки, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Ты мой друг и я твой друг. Это приводится все хорошо. Вот. На самом деле все не так хорошо, да, Танюшка, было? Я надеюсь, искренне сейчас говорю совершенно серьезно, что Татьяна почему-то научилась хорошему. А главное не просто хорошему, а практически важному. Сейчас у меня будет первый этап экзамена. Это экзамен переводной. Это не шутки, поверьте мне. Я для Татьяны для Listening Examination Module приготовил два блока заданий. И сейчас вы сможете их сделать вместе с Татьяной. Значит, задание такие. Первый блок. Это 20 вопросов. Каждый вопрос соответствует одной какой-то микроситуации, которую я записал со своим французским произношением. Что, видите, уже главное, чтобы у меня голос не поднял совсем. Вот. Мы тоже слушаем внимательно instructions, да? У вас будет 20 вопросов. Я их уже напечатал. Пока вы спрашивали, встал я или часть меня встал. Не знаю, что вы имели в виду. Вот. Значит, я в это время с последних сил печатал. Печатал, 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 печатал. Хоть бы Танюшка не догадалась мне позвонить, как обещала. А то все насмарку пойдет. Слава богу, что у Танюши есть телепатическая связь. Кстати, запомните, Татьяна, очень серьезный телепат. Ну, или, по крайней мере, какая-то колдунья, это точно. Она может людей насквозь видеть. Меня она точно насквозь видит. Вот. Так вот. Значит, каждая запись маленькая, да? Это какая-то микроситуация. В этих вопросах есть числительную. Хм. Они являются ключом к ответу. Я бы даже можно сказать, что задание такое. Listening for specific information. Не listen to, да? А listening for specific information. Какую информацию слушать надо? Кроется в вопросах. Ключ в вопросах. То есть вы смотрите на вопрос, вы оцениваете, а что же на самом деле вы должны услышать из всего вороха информацию, которую вы услышите. Некоторые могут падать, но что там сложного-то? Это те, кто не знает Джорджа Грина. Но Танюшка у нас черта, ой, черта ковач, извините, тертый ковач. Танюшка у нас. Так, Надежда, у нас со связи все в порядке. Таня, вы со мной? Таня, вы со мной? Вы меня не слышите? Сейчас слышу. Я говорю, Танюшка у нас это тертый ковач. Вот. Значит, в чем тут сложность? Сложность в том, что в каждой микрозаписи, да, есть очень много отвлекающих моментов. Что такое отвлекающие моменты? Это какая-то сюжетная линия, какая-то смешинка, какой-то юмор. Они всегда очень активно на себя отвлекают внимание. Какая-то личная информация. Поскольку я до каждого студента готовлю свой материал, я же должен себя пререкланировать, да, Танюшка? Вы скажите, вы получаете индивидуальную домашнюю работу? Вот именно индивидуальную, которую я пишу рукой, и которая исключительно для вас составлена? С первых дней, однозначно. А как вы понимаете, что другими я не даю этого? Ну, это понятно как-то по контенту. Очень многие домашние задания касаются конкретно, ну, моих интересов, каких-то моих, я не знаю, моей семьи, моей работы. Это же неприкосновенно, Танюшка, это же неприкосновенно. Как он мог, сволочь такая? Ну, ладно. Но это правда на самом деле. То есть понятно, что это индивидуально все. И это тоже очень серьезный отвлекающий момент. А вам нужно отсекать это все. Да, интересно послушать, поприкалываться там, допустим, да? Да, но опасность в том, что, во-первых, есть эти отвлекающие моменты, а во-вторых, скорость. Я постарался не снижать прям так уж сильно скорость. Понятно? И еще один момент, он очень важный. Как вы думаете, сколько попыток у вас будет, Танюша? As usual. Только одна. Да, у вас будет только одна попытка. Поэтому, чтобы не опростовогоситься, я сейчас вам скидываю вопросы. Куда? Я вам сейчас скину их, во-первых, в телекрам. Но сначала я хочу за демонстрацию экрана сделать. Чтобы зрители тоже посмотрели. И с вашей работы тоже парочка, товарищи. Которые как-то странно на меня вышли, но вышли, да? Да. Значит, смотрите. Вам видно, да? Грузится. Видно? Внимательно изучите вопросы. Внимательно. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как вы видите, в основном ответы касаются каких-то чисел. Например, сколько чашек кофе моя бабушка выпивает каждый... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сразу хочу сказать, честно говоря, когда записывал number one, я забыл сказать. Второй, третий и так далее, двадцатый я говорю, а первый забыл. Поэтому сразу начинаете слушать. Понятно? Помните, отметайте все ненужное. Вы должны определить по вопросу, что нужно слушать. Все, поехали. They asked to meet them at the airport in three weeks' time. In other words, I'm supposed to take them from the airport on the 23rd of June. Юрий, что-то... Вы сейчас на паузу, да, ставите? Уже поставил. Готовы? Уже второй вопрос будет. Готовы? Да. Юрий, слышно? Да, слышно я вас, что-то ваш кому-то. Да, да. Все. Угу. He's supposed to show up in the office at twenty minutes to seven. Oh, I'm afraid he's gonna be late, because he's just told me that the lift in the building is out of order. Four. Mm-hmm. Four. Oh, you look gorgeous. The blouse is just great on you. It must be expensive. How much did it cost you? Yes, you're right. When I saw it in Turkey, my first thought was to buy it immediately, but the price turned out so high that it stopped me. However, the next day I decided that I must have it, and I had to pay 356 bucks. It ain't hey, you know. I need to get to the nearest bank to pay for another term at the university. How can I get there? Okay, go down the road until you reach an intersection where you turn right, and go past two blocks. The bank is on the left, next to the barber's shop. Mm-hmm. Got it? Mm-hmm. Six. I need to get Sarah's contact number to tell her that the party's off. Do you know it by any chance? Yeah, hold on a minute. I got it written last month when we were having fun at another party. Let me have a look. Here it is. It's plus eight, seven, six, four, three, nine, oh. Oh, thanks a lot. You saved me. Mm-hmm. Seven. The carmaker said to be very good. Although his price seems to be a bit high, there is one definite positive moment about it. Really? What is it? Oh, it's the gas consumption rate. In comparison with other car models, it's nearly nothing. To be more precise, it consumes roughly four liters of gas per 100 kilometers. Eight. 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 The only reason why we have taken her up to do the topping is just her capability of topping pretty fast. It's saying nobody can do better, more greatly and faster. The topping pace is three full pages per minute. It's amazing, isn't it? Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, the ticket says the airplane takes off from the fifth gate. We must get there as soon as possible. Mm-hmm. Ten. Oh, I'm so happy. Today is Rooslick's birthday. I just had a cake brought from a good bakery. Also, they provided me with 27 red candles. It's going to be a great birthday party. Mm-hmm. Eleven. The contest was born in her parents' castle in 1829. Mm-hmm. Well, the flight number to Geneva is VA 759-815. Last call. Mm-hmm. Thirteen. She couldn't pay Chess until she was three years old. It was then when she first moved to Black Queen. The Black Queen. The Black Queen. Юрий, слышно меня? Да, слышно. Продолжаем? Сейчас, одну секунду. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Fourteen. Every month, on getting her salary, she donates a tenth of the sum to support an orphan house which shelters parentless children. Mm-hmm. Fifteen. Last night, my spouse came home late. Explaining to me why he didn't come early that inning, he said that he had decided to spend a while in a pub where he had drunk about three and a half bottles of champagne. Sankful bitch, I thought to myself, curtly looking down at him. Mm-hmm. Fifteen. When I'm sad, I prefer listening to radio. My favourite radio station, which often broadcasts short detective stories and blueses on a hundred and seven point two FM. Mm-hmm. Seventeen. Whenever I'm at the disco, I take the ball with a handsome guy to forget my ex-boyfriend, who committed suicide by coming out when it was absolutely freezing. The temperature was minus 67 and it killed him. Mm-hmm. Eighteen. Now then, Tanya experiences some kind of mathematical amnesia, not being able to do elementary arithmetic operations. For example, when I asked her how much is 3 times 4, she replied, it is 13. What a wonderful woman she is. Nineteen. And the driver was fine because he had exceeded the speed limit driving at 37 kilometers per hour. Mm-hmm. 20. Tanya would like to get to high school for the exam. Yesterday, she said to me that she would like to get at least 87 percent of the total exam score to prove her older daughter, Karine, that she has a much better comment of English. Ha, ha, ha. Mm-hmm. Как говорится, that's all, Tanyusha, is all for the first part of your listening exam module. Вы живая, Tanya? Mm-hmm. Это прекрасно. Это прекрасно. Ну что, ну, как у вас ощущения, Tanya? Было у вас очень сложно или так себе? Нет, не очень сложно, но были моменты, где были замешательства. А какие трудности, с такими трудностями вы столкнулись, Tanya? Здесь больше связь, мне кажется. Если бы вы мне скинули через телефон, мне кажется, так легче было бы. Но мне так кажется, возможно, я ошибаюсь. Послушайте, мы с вами пользуемся замечательной, не будем указывать, какой провайдером, да? Они всегда говорят, что у них самая шагарная связь во всем мире. Так что, как говорится, Гунох, жаловаться? Кхе-кхе. Я думаю, что вы бы сумели уловить все, что нужно, Tanya. Mm-hmm. Теперь переходим к лестсмейнг-парт-тю. Mm-hmm. Секунду. Итак, вы будете слушать историю. So, the title of the story is the history of the house. Вам нужно будет ответить true, false. Здесь также вот пронумеровано, это каждый отдельный вопрос, да? Сейчас. Чуть-чуть модернизировать, чуть-чуть. Так, вам видны вопросы, пять вопросов, Tanya? Да. Изучите их, пожалуйста. Да, но они вроде как бы связаны между собой. Естественно, это все одно, как одну историю, я же сказал. Она видится на красном. А, все. А, все-все-все-все. Я думала, каждый вопрос – это отдельная история. Нет, 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 нет. Сейчас будет цель. То есть первая история – это пять вопросов, да? Совершенно верно. Ага, просто пятый. А, ну все, ага, это последний. Поняла. True, false. А, нет, шестой тоже есть, да? Посмотрите, пожалуйста, на шестой тоже. Угу. Я даже вот так вот делаю сейчас. Давайте я вот эти true false первые беру, хорошо? И тогда, наверное, будет чуть-чуть лучше. Сейчас. И тогда лучше. Вот так вот. Еще раз, пожалуйста, изучите вопрос. Готовы? Готовы? Саня, вы готовы? Да, да, да. Просто вы когда-то смотрите на потолок, как ваша дочка иногда, вот по химии смотрят на потолок, у меня такой чин, как там какой-то бегущая строчка какая-то есть, что ли, я не знаю. Если бы. Ну, тогда, все. Я включаю? Угу. Юрий, не слышно. Не слышно? Ну, вот, попросил он два бокала шампанского, и все, потом. А потом придет просто звук этого шампанского, и все. Угу. Академия. Кто showed you the house? Barbara, the old lady who lived there before. Ah, old Mr. Trapper's daughter. Some people thought that she was the one that did it. She never married, of course. The one who did what? What happened? Why did she never marry? Didn't she tell you? Tell us what? About the murder. Murder? Yes. Mr. Trapper's was murdered in that house in 1958. In his bed. How horrible. The man who killed Mr. Trapper's was Barbara's lover. The family never lived there again. They tried to sell the house, but nobody wanted to buy it. Not after a murder. That's why that house is always rented. Kim? Yes? Are you thinking what I'm thinking? Yes. I don't want to sleep in a house where somebody was murdered. Come on. Let's go to a hotel. Hey! Your champagne! You didn't drink your champagne! Ah, well. You went there. I don't want to know. Итак, это конец этой истории. Uhу. Ответы есть? Uh-huh. Изучаем следующие вопросы. У меня к вам просьба, Таня, вы пишите только название. Значит, название первого было «The history of the house». Хорошо, там в вашем листе ответов. The history of the house. Переходим к следующей истории. Называется «The engagement». Запишите на себя. The engagement. Здесь 5 вопросов. Здесь даже 9 вопросов. Сейчас я сделаю в более удобной форме. Здесь тоже true-false. Сейчас. Я думаю, так удобно, да? Танюшка. Танюшка. Да. Ваша дочь мне вчера сказала, с такой ревностью, почему я, значит, ее мать называют Танюшенька Душенька, а вот ее нет. Я сказала, извините, вы уж какое имя дали. Приходится работать туда. Изучайте, пожалуйста. И masked. Нет. 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 Готовы? Да. Готовы? 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 «Никсон is here for dinner, Philip», said my mother. «I liked him, but I wasn't very happy to see him tonight, because I wanted to talk to my mother. We started our dinner, but we didn't say very much. At the end of the meal, I told my mother that I wanted to go to the post office. I had an important letter to post». «A letter to a girl?», laughed Mr. Nixon. «Yes», I said. When I got back home, Mr. Nixon was still there. «Come and sit down, Philip», he said. «Can I talk to you?» I sat down. «Well, my boy», he said, «I want to marry your mother». I was surprised. I asked her to marry me yesterday, and she said yes. Did she tell you about me in her letters? No? Well, it's difficult to write about that in a letter, of course. I laughed. Yes, it is. This is wonderful news. Then my mother came in, a little red in the face. It was something new to me that my mother could fall in love. Perhaps, like all sons, I only thought about my own life. So, I decided to say nothing about my news. That evening, my mother came first for me. I could tell her about Agnes tomorrow. It's all. It's all. There are no answers? Yes. Okay. We will go to the next story. Blackpool, please. Подпишитесь, пожалуйста. Вот пять вопросов. Изучайте вопросы, пожалуйста. Изучайте вопросы, пожалуйста. Вот, буквально секунду назад признался Татьяне в любви. Вот. И Таня как-то не сказала мне нет. Интересно, да? И мне это очень впечатлило. Спасибо большое, Танюшка. Спасибо. Вот. Я же говорю, это будет так интересно для некоторых ваших знакомых посмотреть на нашу, точнее, вашу, скажем, я надеюсь, что успешную сдачу переводного экзамена. Вот. Танюшке особое отношение. Знаете, как вот по-русски? Люблю как душу. Продолжение, знаете, поговорку. Ну, что же? Люблю как душу, отрису как грушу. Ну, что, поехали? У меня сейчас... Вы не шерите экран, да? Сейчас я именно этим занимаюсь. Видно? Пока нет, грузится. Вот, видно. Готовы? Да. Готовы? Да. Готовы. 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 Продолжение следует... Хочу привлечь внимание возможных потенциальных слушателей, наблюдающих это видео, возможно, заметить, что когда Татьяна делала эту прослушку, она напряглась. Знаете, после какого слова? После слова «соседж». Да. Можете в комментариях потом у меня спросить, что она на соседж, что она не так реагирует. Такое триггерное слово «соседж». Есть еще одно слово. Не хватало еще одно. Да, но не будем называть слово «обердюн», да? Да. Мы приходим к следующему вопросу. Запишите «весоспект». Танюша, как происходит у нас «весоспект»? Подозрение. Подозреваемый. Подозреваемый. «Соспект» будет, да, подозрение? Да. Изучайте вопросы. Подозреваемый. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Демонстрация не ушла, да? Нет Я сейчас временно выключу ее Вернулась? Да Следующее In the cap Это последнее задание на просветку Вы пишите in the cap М-м-м 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 М-м-м-м Продолжение следует... 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 56 процентов да не баллов вы говорите да сейчас секунду я вам точно скажу смотри все таки она знает я же говорит она казачок 34 как минимум я должна ответить 30 34 запятая 16 35 ну как вы думаете ответить вернее сумели ли вы уже ответить я надеюсь очень что да как минимум наверное 70 это наверное точно я имею ввиду баллов а 35 и из 61 я надеюсь что 55 точно должно быть правильным конечно какие-то сложности вас были за это время пока воздавали проблемы только стресс наверное эмоции с которыми надо это так сказать совладать время экзамена а в конечно моменты где я могла недослышать но незначительно это хорошо хорошо еще раз для всех напомнить пожалуйста вы сдаете уровень advanced или интернете уровень элементаре внутри посмотрел что-то я запамятовал запамятовал ну что ж спасибо танюша спасибо вернемся вам да прямо все-все-все-все спасибо большое привет руслику а кто такой русский между прочим-то вы так улыбнулись когда у вас там такая фраза была интересная что вы хотите вот показать и доказать что вы круче нее подеть английский там фраза такая была у вас какой-то компетенция что ли или райл между вами идет какой-то не но это вопросы были в первую очередь как бы составленные вами правильно вот наверно не на пустом месте да тамешь да но это как бы ваше же предположение скажем так на самом деле лично у меня нет такого то есть у вас нету принципа нас не варгоне по отношению к ней нет может быть по отношению к другим но не к ней вот я помню у вас на работе была там такая чудесно сотрудница с выдающимися чертами лица там не была пара таких вот выдающихся но очень вы поняли а вот по отношению к ней бы вы хотели показать что вот вы нас не догонят но думаю что да по отношению ко всем остальным я думаю что да и это нормальное качество когда ты хочешь быть лучше того кто сильнее тебя или как минимум кажется что сильнее тебя на первый взгляд а вы давно с ней виделись да нет не так давно да ничего не заметили нет у нас было непродолжительное общение и только на русском языке все таки в жизни всегда бывает место приключениям да танюшка неожиданность приключения однозначно бывает ну что ж спасибо еще раз за ваше терпение там еще вам большое спасибо ой вы же знаете я люблю мучить людей интеллектуально я обожаю я вздохнула да потому что это это часть была самой сложной вы знаете это мое слабое место лысенинг и я честно вздохнула и еще больше надеюсь вздохну когда получу результат если он окажется неплохим спасибо юрий сейчас его попытаться отключить вас танюшка не так не хочет это сделать но придется все пока